Всем привет! Вы слушаете 27 выпуск SDCast, подкаста о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС Даймон, и сегодня у меня в гостях Анатолий Панов, ведущий разработчик, руководитель технической составляющей биллинга в компании Badoo. Толь, привет! Привет! Ну, вначале уже нельзя изменять традиции. Расскажи еще, может быть, пару слов про себя, чем ты занимаешься, как давно вообще, как ты попал в наш славный айтишный мир. Наверное, такая стандартная тоже, может быть, история. С детства увлекался компьютерами, как так получилось. Нравилось мне все это железное, какое-то светящиеся и выполняющие твои команды. Папа, помню, мне в детстве купил ZX Spectrum. Наверное, у многих в 90-е годы была эта чудесная машинка. Пытался программировать на Basic, который был в комплекте вместе с ним. И когда появились первые PC, очень хотелось, после всех этих чудесных игрушек, славного 90-х годов, Fallout, Warcraft и прочего, хотелось написать свою собственную. Мне кажется, наверное, как-то так я и пришел в программирование, понял, что хочу этим заниматься, пытался писать какие-то вначале программки небольшие. Но, к сожалению, свою игру написать так и не получилось пока, но, надеюсь, рано или поздно мне удастся поработать. Ты, в общем, еще не оставляешь эту надежду. Я не оставляю этой надежды, но, к сожалению, как-то в жизни ввела меня немножко в другое какое-то направление. Понятно. Ну, вот расскажи как раз-таки про другое направление. Куда же она тебя ввела? Ну, последние... В IT вообще около 10 лет. Вот последние 5 лет я работаю в компании Badoo. И как раз занимаюсь биллингом. Немножко про то, что я понимаю под биллингом, и что понималось от нас в компании, потому что это такая очень разносторонняя вещь. Кто-то под этим считает только какие-то операции с счетом, с балансом пользователя. Например, у мобильных операторов для них биллинг – это чтобы правильно тарифицировать своих пользователей. То есть, там нет никакого разговора к приему платежей от пользователей. Это какая-то отдельная составляющая. Для них биллинг – это как правильно списать деньги за твоего баланса. А для нас биллинг – это был, наоборот, как деньги получить от пользователя, потому что, по сути, баланс у нас тоже был, мы занимались там. У нас там был внутренний счет у пользователя. Есть внутренний счет у пользователя. И мы списываем с него какие-то деньги тоже, внутреннюю валюту. Но для нас более важно – это не вот эти вот списания, там достаточно простой механизм, там никакой сильной тарификации у нас нет. А именно как мы получаем платежи. И для нас биллинг – это все, что связано именно с приемом платежей, обработка последующей доставки услуг, в том числе доставка платных услуг для пользователя. Ясно. Слушай, ну а расскажи, в принципе, какой-то есть… Биллинг, да, мы поняли примерно, про что это. Теперь интересно, в принципе, в чем отличие вообще биллинг, какой-то, я не знаю, программной такой составляющей, каких-то других обычных приложений. То есть, ну, они, наверное, всегда, биллинг идет всегда в части какого-то более такого пользовательского юзер-контента, так сказать, приложения. Потому что сам по себе, наверное, он бессмысленный, наверное. Ну, это как посмотреть, это такой вырожденный случай, это когда биллинг является прям, ну, такой частью, какой-то самой главной системы – это платежные агрегаторы. Они работают с деньгами, это как бы их основная услуга, которую они предоставляют. Это как винтесенция, мне кажется. Вот это вот, всего, что связано с биллингом и платежными системами. А, ну, ты же, всякие там шлюзы, которые… Ну, да, платежные шлюзы, PayPal. Разные 10 способов оплатить, да, и, так сказать, передать деньги, по сути, передать деньги от одного источника в другой. Ясно. Слушай, ну, а давай вот, в принципе, поговорим, какие все-таки факторы тогда, знаешь, в биллинге, как составляющие какого-то программы обеспечения, имеют наибольшее значение. Ну, понятно, что там все хотят быстрый, качественный, надежный софт. Вот это, ну, как бы такие прописные истины, что называется, да. Но все-таки, наверное, по сравнению с каким-то там обычным, скажем так, пользовательским приложением, тем же самым, да, частью которого там биллинг является, по большому счету, какие здесь компоненты наиболее важны, что вот имеет важность, самое наибольшее значение там для… Как для пользователя, наверное. Ну, тут несколько составляющих, да, наверное, как для пользователя, то есть что он воспринимает, что он хочет ощущать, там, не знаю, себя там защищенным, наверное, как-то, да, безопасность какая-то. Наверняка. Либо какие-то еще вот моменты есть, вот что скажешь. Ну, мне кажется, что это надежность. Именно надежность, не отказоустойчивость, а именно надежность. То есть что все, что пользователь заплатил, должно быть доставлено до его там баланса, аккаунта, превратиться в какие-то виртуальные фантики, которые он хотел. Иначе это очень плохо влияет на репутацию сервиса, и просто нужно потерять аудиторию, которая отказывается платить в будущем. Но это, как бы, главная особенность, как раз получается именно в этом, в том, что ты работаешь с деньгами, с реальными деньгами, которые платят пользователи, и, как правило, когда ты потратишь свои собственные заработанные деньги, ты очень трепетно к этому относишься. И, как бы, любая задержка, любые какие-то непонятки, это все приводит к какому-то такому подхерту, и я очень сочувствую нашей специальной поддержке в этом плане, что как они с этим справляются. С пользователями, которые что-то сделали не так, или не дождались лишние пять минут, пока транзакция пройдет, и осаждают их постоянно вопросами. Понятно. Ну, а расскажи немножко поподробнее, в принципе, как вот устроен, ну, не знаю, привычный, обычный, ну, ладно, у вас как устроена архитектура биллинга, наверное, так в целом абстрактно говорить очень сложно, все-таки они, безусловно, в каждом конкретном случае имеются какая-то своя специфика. Но вот в целом, как, так, давай сначала найдем, пойдем издалека, грубые компоненты, как оно все вот устроено, процесс, так сказать, весь workflow. Ну, да, то есть ты все правильно говоришь, потому что биллинг, как бы, это составляющая, он во многом зависит от того, в каком приложении он работает, в каком составляющем. Если говорить о таком, ну, достаточно широком направлении, биллинг для каких-то получения платежей, для услуги, которые ты предоставляешь, для интернет-магазина, какие-то сайты, которые предоставляют услуги пользователя, те же самые хостинги, хостинги, наверное, немножко по-другому все-таки, но вот я бы сказал, что это интернет-магазины, социальные сети, различные онлайн-игры. Мне кажется, что компонентов, наверное, три больших. Первый компонент – это визуальная часть, то, что видят пользователи, и как он взаимодействует с сайтом. То есть, это сам процесс выбора заказа и процесс оплаты. Вторая составляющая – это непосредственно ядро системы, которое проводит все транзакции, которое доставляет услуги, то, что не видит никто. И третья часть – это интеграция с платежными шлюзами. Это вот такой набор плагинов, которые взаимодействуют с агрегаторами, которые подключены к сайту. Ясно. Ну, давай теперь попробуем немножко, так сказать, углубиться поподробнее в каждый компонент. Что там, какие есть особенности, и что там интересного, как оно все устроено. Ну, пропольский интерфейс, наверное, наиболее простая часть. То есть, если там это веб-приложение какое-нибудь, не знаю, как ты сказал, интернет-магазин, соцсеть, ну, где-то какой-то раздел, где там можно что-то оплатить, либо там положить на счет. Ну, опять вот расскажи, какие здесь бывают варианты. То есть, это именно оплата сразу, моментальная, либо это какая-то именно перевод денег, там, зачисление на виртуальный счет, либо-то еще что-то, какие здесь возможны. Ну, это тоже, все зависит от, то есть, вариантов тоже на самом деле миллион. Это может быть и как, например, прямое пополнение баланса. То есть, если это какой-то хостинг, то, как правило, ты переводишь там свои рубли в те же самые рубли, но в виртуальный какой-то счет у хостинг-провайдера. Игры обычно используют какие-то там виртуальные кристаллы и виртуальную валюту, потому что это известный факт, что для пользователей психологически проще тратить нереальные деньги и какую-то виртуальную валюту, потому что очень сложно привязать ее стоимость к реальной стоимости денег. И с точки зрения интерфейса, наверное, здесь, в принципе, самые основные такие моменты, ну, то, что удобство, простота, это, понятно, как бы хороший тон любого интерфейса. Ну, да-да-да. Что, да, не должно быть ничего очень странного. Я бы сказал, что должно быть минимальное количество шагов, которые ведут пользователи на страницу оплаты. То есть, тоже известная вещь, достаточно это вот эта воронка конверсии, то, что с каждым шагом количество пользователей, которые доходят до каждого шага, оно уменьшается. Чем меньше шагов, тем лучше. И второй важный момент, ну, это то, что пользователю, ну, как бы он следует из первого, то, что пользователю нужно показывать метод оплаты, который он готов заплатить тебе. У нас просто, это мой любимый пример, так как проект у нас международный, и в Голландии есть еще популярная платежная система, которая пользуется 80% населения. И когда мы только начинали подключать альтернативные методы оплаты, не СМСки, не кредитные карты, а вот что-то такое, что специфичное для каждой страны, мы подключили этого агрегатора, и у нас просто удвоился или утроился доход из этой страны, потому что пользователи увидели знакомую платежную систему, которую они готовы платить. Может быть, они ей больше доверяют, может быть, просто им это удобнее, ну, как сам факт, что просто подключив какую-то платежную систему, которую пользователи знают, мы можем достичь какого-то очень значительного эффекта. А это где-то в начале, если указывается, ну, на страничке там, что вы выберете способ оплаты. Да, то есть ты выбираешь какой-то заказ, а потом выберете способ оплаты, которым вы хотите платить. То есть вот это, мне кажется, такой тоже ключевой момент. Плюс тоже такая интересная достаточно вещь. Казалось бы, что если пользователю показывать все методы оплаты, то есть вы берете какой-нибудь из них, это вроде бы привычный интерфейс достаточно для пользователя. Они теряются, да, и ничего не выбирают? Да, они теряются и вроде ничего не выбирают. Причем у нас сделан так интерфейс немножко, что мы показываем какой-то метод оплаты по умолчанию. То есть показывается такая иконочка, и внизу сразу можешь ввести детали для оплаты. Ну, если это кредитная карта, то мы показываем, что выбрана кредитная карта, и внесу форму для ввода деталей кредитной карты. И если пользователь... Ну, то есть сверху дальше ты можешь поменять метод оплаты. Многие пользователи этого не делают. Ну, по 4%. То есть мы просто проводили такое большое исследование в последние месяцы. Делали оба-тестирования, и пытались предугадать, каким группам пользователей, какой метод оплаты больше всего нравится, и ставить по умолчанию именно его. И вот 4% пользователей даже не пытались никогда его менять, и когда мы показывали им то, что они хотели, они платили при этом. Слушай, интересно, интересно. А вот как бы насколько велико народу все-таки переключает, то есть как-то там выбирают? То есть какая здесь какая-то зависимость, корреляция есть от количества вариантов выбора, так сказать, по отношению? Я, честно говоря, не готов ответить на этот вопрос. Не знаю, никаких данных нет. У нас, наверное, что-то ребята считали, но цифру я не скажу. Понятно. Ну, ладно, хорошо. В общем, короче говоря, я что-то выбрал. А, кстати говоря, знаешь, какой еще вопрос всякий, когда там по кредитной карте, вот какие-нибудь там, не знаю, где сервис, где надо зарегистрировать свою карту, чтобы там какие-то проводить, скажем, там регулярные списания, еще что-то как-то. Вот такой момент тоже. Это как-то все-таки, мне кажется, поэтому на такой вариант оплаты как-то народ по-другому чуть реагирует, нет? По сравнению с моментальным платежом, то есть как, или все-таки это народу без разницы, или есть какая-то вот все-таки разница в этом случае? В смысле, что ты имеешь в моментальный платеж, а ты, получается, если ты карту привязываешь, потом ты можешь моментальный платеж ей делать. Не, ну я имею в виду, что когда ты зашел там в интернет-магазин, тебе ввел карту кредитную, все, тут же оплатил, все забыл, и больше как бы твой сайт как бы про это ничего не знает. А, например, какие-нибудь там социальные сети, да, и прочее, где ты постоянно бываешь, они тебе говорят, слушай, ну привяжи свою карту, и не надо будет каждый раз ее вводить, вот там один раз кнопку нажмешь, и мы у тебя все спишем. Как вот на такого рода, так сказать, пользователи вообще реагируют? То есть есть как-то они этого боятся, не боятся, ну не знаю, вот какие-то такие, ты что-то знаешь про это? Ну, на самом деле практика показывает, что с точки зрения продавца это очень выгодно. Конечно, конечно. Да, с точки зрения пользователей, я не могу сказать, потому что мы социального вопроса никакого не делали, боитесь ли вы того, что вы оставляете в деталях. Но я думаю, что да, если какой-то неизвестный, малоизвестный тебе ресурс, вряд ли ты будешь ввелять там данные своей кредитной карты. Но если ты ему доверяешь, то в последующем платежи становятся еще проще. Ну, буквально ты можешь заплатить одной кнопкой, после того, как ты привязываешь свою кредитную карту, даешь детали к сайту, вот, то ты можешь платить просто одной кнопкой, нажав кнопочку «Да, я хочу эту услугу», все, больше делать ничего не нужно. Ну, понятно. Ладно, давай попробуем теперь говорить про самое интересное, так сказать, про ядро системы, что оно из себя представляет, какие там функции, задачи решает, ну, и на чем у вас конкретно, как оно построено, на чем там написано. Вот, расскажи что-нибудь интересного. Ну, на самом деле у нас никакого такого rocket science нету в этом плане. У нас написано все на православном PHP и MySQL, потому что это известная технология у нас в компании, которую мы научились хорошо готовить, и, в принципе, нас устраивает производительность того, что получилось, и надежность того, что получилось. И мы, в принципе, счастливы, и вот на этом все и работает. Система, ну, на самом деле, тоже можно говорить, как бы есть, знаешь, такая, на Хабре недавно видел статью про такую идеальную архитектуру биллинга. Там было порядка, наверное, 20 или 30 сущностей в базе данных. Транзакции различные, там, счета какие-то, платежи, еще что-то. У нас все достаточно просто. У нас есть, не знаю, ну, сущности, наверное, которые отвечают за обработку платежа и транзакции, ну, там, наверное, 5 в базе данных. Это заказ, платеж, подписка, ну, какие-то там дополнительные данные, которые нам нужны. Информация о прайспоинтах, о том, какие стоимости у нас есть, на какие услуги. Вот, и очень, значит, достаточно такая простая архитектура получилась. Ее очень достаточно просто расширять, достаточно просто поддерживать, и все работает достаточно быстро. Ну, из основных вещей, это понятно, как и в гости биллинга, это должна быть какая-то сущность, которая отвечает за то, за регистрацию успешных и неуспешных транзакций, какая-то сущность, которая отвечает за то, что пользователь хотел купить какую услугу, за сколько денег. У нас есть на сайте подписки платные, у нас есть сущность, которая знает, что вот эту услугу, у пользователя есть такая-то платная услуга, она оплачена такого-то периода времени, таким-то методом оплаты она куплена, и тогда она должна обновиться по таким-то правилам. Вот, ну, есть таблицы вот как раз тех самых привязанных пользовательских талей, привязанные кредитные карты, привязанные аккаунты PayPal'а и еще некоторые другие методоплаты, которые позволяют сделать платежи в один клик. Тоже есть такие детали, привязанные к профилю пользователя. Но, в общем-то, вот основные вещи такие. Слушай, ну, а вот ты говорил, она устроила вас по нагрузке, расскажи, какие вы там по характеристике, насколько она интенсивно используется, то есть реально какие там показатели, то есть у вас это там на одном сервере живет, либо вы там как-то на нескольких... Нет, не на одном сервере, на одном сервере у нас был один сервер, все начиналось с одного сервера, это был один... У нас есть кластер фронтовых машин, которые обрабатывают запросы от пользователей, и вот мы раньше работали просто на нем, весь билинг крутился, фронтовая часть отдавалась с него, а запросы, которые нам присылают платежные системы, обработка, нитификация от них, она работала на одной машине. Ну, как бы одна машина, это понятно, это единая точка отказа, и если вдруг с ней что-то случается, то платежи просто перестают работать на сайте, что не очень хорошо для бизнеса, поэтому мы все это закатали. Ну, как раз в прошлом году я делал об этом доклад, там достаточно подробно об этом рассказано, что мы сделали такой кластер машин билинговых и постарались предоставлять билинг для нашего сайта как сервис. Мы это еще сделали потому, что у нас есть не только Badoo, а некоторые другие сайты, другие продукты, скажем так, нашей компании, которые мы разрабатываем, которым тоже нужен билинг. И для них мы тоже, чтобы как можно меньше декомпозировать, скажем так, код, они тоже пользуются билингом API, но не пользуются функциональностью основного сайта. Кстати, ты тут, кстати говоря, вот я же сказал, что вы так выделили это в отдельный сервис, сказал ключевой слой сервис, я мне сразу пришла в голову мысль, тут сейчас, мне кажется, опять это стало такой очень... Микросервисная архитектура. Да, 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 жаркая тема и споры на тему по поводу того, что вот там софь была, так сказать, монолит сначала был, да, все писали на нем, потом вот это сейчас тренд, хайп, там не знаю, какие еще угодно, там базвордс по поводу, что микросервисная архитектура, ля-ля-та-поля, но правда, как всегда, где-то посередине, да, и вот мне очень нравится в этом плане точка зрения, ну и, собственно, я тоже ее, считай, придерживаюсь, что надо писать, в принципе, монолит, а дальше потихонечку, вот возникла потребность, там, не знаю, у вас в биллинге, который будет использовать тот еще, вот вынесли его в отдельный сервис. Это вроде как и не монолит, и микросервисами ты как бы не назовешь, скажем так, весь проект. Ты вот как на это вообще смотришь, на эту все холиварную тему, и твое мнение по этому поводу? Да я, наверное, согласен, то есть у нас похоливарить не получится, я согласен с этим. В принципе, да, я думаю, что надо начинать с монолита и просто выделять то, что кажется выделяемым. Но на самом деле у нас не получилось полноценного сервиса, ну просто для этого мы могли это сделать, могли бы вынести, сделать полноценный сервис, который общается по API 100% с сайтом, но просто в этом не было бизнес-необходимости, и это увеличило нагрузку на другие отделы, то есть мы не получили бы никакого профита, ресурсов стали бы тратить больше на поддержание всей инфраструктуры, поэтому у нас оно больше не физическое такое разделение, а логическое. У нас есть какой-то там класс, который словно называется биллинг API внутри нашей подсистемы, который использует все другие компоненты, чтобы общаться с биллингом. Часть запросов у нас действительно ходит по настоящему API, по HTTP, но не все, чтобы там работало побыстрее, мы там часть кэшируем, часть кода выполняется прямо на тех же самых фронтовых машинах, за которые мы не очень беспокоимся, то есть то, что он будет там работать. То есть у нас такое, вроде как он отдельный сервис, то есть мы в принципе можем его дальше разделить, у нас что-то этого не останавливает, но просто мы остановились в какой-то момент и просто разделили это логически, по большей части. Но у нас есть отдельная инфраструктура, вся железная инфраструктура, она работает отдельно, а код как бы это такой монолитный сервис. Понятно, ну то есть он и там, и там может жить, и в общем как-то, ну нет потребности, смысл тратить силу и время, ты совершенно верно заметил, на полное отделение и выделение. Ясно, слушай, ну у нас еще осталась третья и последняя часть, это, собственно говоря, всякие подключения провайдеров, там всевозможных API каких-то сторонних сервисов. Вот расскажи, как это обычно устроено, и я, насколько понимаю, тут у каждого свои бывают велосипеды, нет какого-то четкого, единого, скажем так, там, не знаю, протокола, интерфейса, взаимодействия, приходится под каждого как-то подстраивать, да, либо же поправь меня, что-то все не так. Нет, к сожалению, все так и есть, что сколько платежных систем, столько и разных API, с которыми приходится взаимодействовать. И там бывают очень, вот последние особенно годы мы очень много искали, скажем так, новых партнеров, и для процессинга кредитных карт, и в целом для того, чтобы получать новые платежные методы к сайту. И бывают прям очень странные такие вещи с точки зрения безопасности, с точки зрения удобства использования, с которыми просто не хочется работать иногда. То есть, вроде, люди предоставляют какой-то сервис тебе, который должен быть полезен, удобен, безопасен, потому что это все-таки деньги. И ты смотришь на это API и понимаешь, что... Слушай, ну скажи, хотя бы HTTPS-то с сертификатами, окей? Или у кого-то даже плей на HTTP даже бывает? Слава богу, в последнее время у всех HTTPS есть. Но когда мы только начинали, вот буквально там еще 4-5 лет назад, многие SMS-агрегаторы посылали это просто HTTP, причем запросы не подписывались никак. Фактически, если ты знал точку входа, на которую приходит нитификация, ты мог что-нибудь туда отправить, и мы что-нибудь тебе начислили. Слушай, да, вот это ужас. Ну вот расскажи немножко подробнее, дай все-таки, что, как это обычно стоит. Я так понимаю, это обычный обмен HTTP-запросами, endpoint у них какой-то, endpoint у вас, потому что это же все синхронно происходит, либо что-то синхронно вот там как-то бывает. Это тоже все очень зависит сильно от того, с кем работаешь. У PayPal, например, оплата именно услуги на сайте, она синхронная полностью. То есть ты открываешь вот этот окошечко, где-то вводишь там логин, пароль на сайте PayPal, нажимаешь там кнопочку «Я хочу заплатить», тебя перекидывает обратно на сайт, фактически в этот момент мы списываем деньги. То есть никакой синхронной процедуры здесь нет. С кредитками наоборот. То есть пользователь вводит свои детали кредитной карты, нажимает кнопочку «Заплатить», мы посылаем запросы, потом по нотификации получаем информацию о том, успешная транзакция или нет. То же самое с SMS-ками. Там точно такая же синхронная работа. Пользователь может что-то вводить на сайте. У нас либо он там вводит это в e-frame где-то, в каком-то виджете, либо просто SMS-ку отправляет на короткий номер, и мы тоже получаем уведомления. Все очень сильно зависит от того, какой методоплата используется. Из-за этого получается, что очень большой зоопарк этих API, то есть нет какого-то единого решения. То есть мы попытались это все упихать в какой-то такой единый формат, и у нас, к сожалению, не получилось. Поэтому очень много кастомной логики остается в коде. Но стараемся, стараемся унифицировать, чтобы как можно меньше дублирования было. Ну, я, кстати, тут слышал, помню, с Дашей разговаривал, что вы там пару лет даже становились, Баду я имею в виду, как лучшим как-то там, ну, звание это какое-то, да, там конкурсы, биллинг-системы. Да, да, да. Но это было за нашу систему процессинг кредитных карт. В прошлом году мы получили награду. Там есть такая международная ассоциация, Merchant Risk Conceal, по-моему, она называется. В общем, ассоциациями, правильнее рисками продавцов, что-то типа того. И они как бы... Мы получили награду за инновацию в системе, за прием платежей, за инновацию в премию платежей, за ту разработку, которую мы сделали. Ну, расскажите, что это такое, что вы там за инновацию приемли. Да, это очень прикольная система, на самом деле. Мы очень плотно занимались кредитными картами, потому что это порядка 30% от нашего дохода они занимают. И там, как бы, если с СМСками и мы, ну, какими-то там PayPal мы оптимизировать ничего не можем, что пользователь вводит, как бы, то мы и имеем. То, с кредитными картами мы нашли такие вещи, с которыми можно попытаться поменять и увеличить за счет этого количество успешных платежей, которые происходят. Что это может быть? Во-первых, это банк, банк, который в процессе твои платежи. То есть, схема выглядит так, что есть платежный слюз, которому мы подключаемся в России, как правило, это сразу мы подключаемся к банку Эквайеру, банк, который в процессе платежи в интернет. Вот, и есть еще банк, помним, как на английском называется, ну, банк, банк, а, банк, Ишнурбанк, банк, который выпустил карту. Посередине между ними находится платежная система Visa MasterCard, либо какие-то другие. Вот первая особенность заключается в том, что в некоторых странах есть локальная платежная система, у нас в России теперь тоже есть локальная платежная система, да, и, видимо, у нас скоро будут карточки, это специальная платежная система, которыми мы нигде не сможем заплатить. И вот такая же проблема постигает пользователи и в некоторых других странах, и, как ни странно, есть и крупные европейские страны, например, Франция. У них есть своя национальная платежная система, карты Blue, и порядка 50-60% пользователей имеют карты этой платежной системы. Если ваш бизнес во Франции, и вы не принимаете эти карты, то как бы можете поставить крест на 50% ваших пользователей, потому что вы не получите от них денег. Если ваш банк, соответственно, не подключен к платежной системе, банк, к которому вы протестите интернет-платеж, даже не подключен к платежной системе карты Blue, то эти карточки вы просто не принимаете. Это первый момент, который можно соптимизировать, то есть подключаться к тем банкам, которые подключены к нужным вам платежным системам. Как правило, банк не может подключиться ко всем платежным системам, потому что, например, в Бразилии у них тоже есть свои локальные карты, и они работают только с бразильскими компаниями. То есть для того, чтобы работать с бразильскими локальными платежными системами, вы должны подключиться к платежной системе своей карточке через банк, который зарегистрирован в Бразилии. Это тоже имеет под собой большую головную боль, потому что с юридической точки зрения я не буду вдаваться в детали, я думаю, что разработчикам это не очень интересно. Ну да, в общем, есть какие-то особенности юридические. Так, хорошо. Слушай, а юридически, да, а с точки зрения технической, то есть там вопросы, что там... С точки зрения технической, получается, что у нас... Ваши сервера где-то тут, их там банк, то есть вот какие-то, может быть, там тоже есть, знаешь, типа... Нет, на самом деле, получается, не сложности не за счет этого, а там у нас получаются очень такие интересные правила по каким параметрам, какую транзакцию в какой банк направить. У нас есть вот такая вот система, которая позволяет основание данных транзакций, то есть какая-то страна, какая сумма транзакций, ну, какие-то такие данные, которые мы о ней знаем, направить транзакцию в то место, где она будет с наибольшей вероятностью обработана успешно. И, ну, просто для примеров, у нас доля успешных платежей и самые-таки лучшие результаты в два раза увеличилась. Ну, где-то там... Даже не в два, может быть, в асплайне, где-то с 30-ти, там, до 60-ти процентов, могу сказать, ну, 60-ти, 70-ти, 80-ти. Это за счет того, что вы просто поменяли способы, ну, пути, скажем так, доставки этого путежа. Пути доставки, да. Так, хорошо. Чего еще там интересного инновационного? Дальше это... Следующая оптимизация, которую можно сделать, это работа с рисками. У нас в России очень популярно проводить все транзакции с использованием 3D Secure. Это такой дополнительный способ оплаты, когда вторым шагом появляется окошечко, что такой введите код подтверждения, который вам придет по СМСке, либо там их на карточке могут выдавать. Ну, это обычно открывается окошко уже именно вашего банка, где там, соответственно, типа, ребята, вот тут вам пришел запрос на транзакцию такую-то, с такого-то там магазина, да, вот это ты имеешь в виду, да? 3D Secure. Да, да, да. То есть, как бы, идея этого в том, что банк, который выпустил вашу карту, он убеждается, что платит владелец этой карты, а не какой-то машине, который украл детали. Это все замечательно и для продавцов еще более замечательно тем, что если вдруг по этой карте, по этой транзакции произойдет возврат, то штраф за это будет платить банк, а не продавец. Потому что, если 3D Secure не будет, то штраф будет платить продавец, потому что он не направил транзакцию на 3D Secure. Таким способом платежная система пытается заставить, скажем так, всех ее использовать. Но, как мы говорили до этого, с этим есть такой досадный недостаток с тем, что когда мы начинаем показывать 3D Secure, это увеличивает нашу вороночку еще на одно деление. Ну да, еще один лишний шаг. И что пользователей, которые доходят до конца, становится меньше. Но хотя бы даже не по той причине, что это куча мошенников платит, например, тупо там смс-ка никак не дает у банки какие-то проблемы. я тоже сразу хотел привести как пример, что Сбербанк, это вот можно иногда там ждешь 5-10 минут, думаешь, ну когда, сколько можно уже, вот вы, конечно, расстраиваете. Ну и Павел, как бы вот вроде-то хотел подарить подарок красивой девочке, и 5 минут подождал, а потом, ну и хрен с ним, и все, больше этого не сделают. Поэтому, да, у нас, мы очень плотно тоже занимаемся риск-менеджментом вот этим вот, и есть у нас система, которая определяет подозрительность транзакции, антифрод. а вот раз это, кстати, тоже, ну ладно, да, потом расскажешь, просто интересно тоже, как там, что устроено всегда. Ну, к сожалению, я ноу-хау никаких не смогу рассказать, мы пользуемся просто услугами компании посторонней, да, то есть мы формируем правила, по которым это будет процесс, у них просто очень удобный интерфейс, и все работает достаточно быстро для нас, как бы, ну все равно, как бы дешево, поэтому быстро разрабатывать этого на своей стороне особо нет, условно, там получается меньше тысячи долларов мы платим в месяц за свои транзакции, просто невыгодно получается. но тем не менее, просто расскажи, в принципе, да, что это за система, зачем она нужна, и как она, в принципе, что она делает. Она, мы, опять же, те же самые параметры транзакции, которые мы имеем, мы передаем в эту систему, она их анализирует по тем правилам, которые мы составили, и определяет, насколько вероятно у этой транзакции будет возврат сделан. Если, ну, например, параметры, правила в системе такие, что карточка выпущена в России, IP-адрес платежа Нигерия, скорее всего, транзакция будет либо сразу заблокирована, либо направлена на 3D Secure. Вот, там есть очень такой богатый набор правил, который по разным параметрам транзакции пытается определить, что произойдет. И у нас изначально во многих очень странах был включен 3D Secure, то есть, 3D Secure как бы очень хорошо, на самом деле, защищает от фрода, и если в компании такой есть фродовый пожар, то просто включить 3D Secure для каких-то особо опасных стран это очень хорошая идея. Слушай, но это уже как бы 3D Secure это как бы международный уже некий стандарт, да? Да, это как бы стандарт, на самом деле 3D Secure по-моему, называется, каждый еще по той же системе называется по-разному. Мастеркард, по-моему, виза, security code, по-моему, называет одна, в общем, по-разному называется, 3D Secure, да, это такая платежная система продвигает эту вещь, вот, и если какой-то пожар есть на сайте, то очень хорошо его залить именно вот так, но потом мы стали от этого отказываться, потому что это очень плохо влияет на конверсию, например, у нас в России за счет того, что мы отключили 3D Secure для всех транзакций, нам удалось увеличить долю успешных платежей, но фактически это может стать конверсией пользователей на процентов 20 где-то, то есть мы убрали дополнительный шаг, у нас при этом за счет этих антифродовых правил у нас не выросла доля чашбеков, то есть как бы количество пользователей, которые возвращают свои деньги, осталось на том же самом уровне, на котором оно было, но вот доля успешных пользователей, которые закончили транзакцию, оно выросло. Вот оно как. Слушай, а вот еще такой, знаешь, момент вспомнилось, что вот бывает, знаешь, где-то платишь по карточке, где-то, значит, они там просят, условно говоря, там ввести там пин-код, еще что-то там, CV и так далее, а где-то оно проскакивает сразу, я так понимаю, это зависит от того, если процесс с тем же банком, в котором у тебя карточка, да, или какие-то здесь такие моменты. На самом деле, я только знаю одну компанию, которая без вот этого CVV умеет процессить платежи, это Amazon. Amazon сумел договориться с банком, что им позволено делать так, то есть Amazon берет на себя эти риски. А, то есть это зависит на стороне, так сказать, вот интеграции именно, ну, в смысле, компания уже с банком, больше кроме Amazon, я никого не знаю, кто может так делать. Это им единственное позволено снимать деньги просто по номеру карты. Понятно. Слушай, ну, а риски, кстати, здесь, это что, там, кто-то ввел, это не мой платеж, не я совершал, да, или что? Да, если просто вашу карточку сканировали где-то в банкомате и продали потом кому-то номер, то по ним нужно таким способом легко и просто списать деньги. Но, скорее всего, если вы о таком транзакции оспорите, то банк вам вернет деньги. Слушай, ну, а расскажи теперь, вот какие, в принципе, там, бывают причины, там, возврата, или еще проблемы, так сказать, с чем приходится сталкиваться, бороться, я не знаю, вот мы уже там поняли, с антифродом, когда там какие-то подозрительные платежи, а какого еще класса бывают, так сказать, проблем, я не знаю, сложностей, которые приходится как-то обрабатывать? С антифродом именно, с такими подозрительными транзакциями? Ну, я не знаю, какого еще рода, да, вот там кто-то, что-то, вот там, не знаю, с чем вам, к вам обычно обращаются в техподдержку, связанные там по биллингу, то есть какого рода бывает у пользователей, в конце концов, проблемы? Ну, помимо там, я не знаю, что я не смог нажать кнопочку, в основном это то, что я что-то заплатил, а услуга мне не доставилась, вот это, я думаю, самое, не знаю, большая, большой-большой процент за жалоб приходит именно на это, и происходит, ну, по разным причинам, на самом деле, где-то бывают действительно проблемы какие-то на нашей стороне, что что-то в этот момент не работало, и там, да, платеж долго обрабатывался, где-то бывает, что пользователи просто что-то не поняли, и слишком рано проще жаловаться, а там транзакции приходят раз в сутки от этого, по той же методу. Ну, как правило, все решается достаточно хорошо, то есть у нас, ну, и служба поддержки достаточно лояльна к пользователям, и мы стараемся все достаточно, ну, оперативно решать фиксы, если были какие-то факапы на нашей стороне, у нас есть возможность, то есть у нас построена так система, что все входящие запросы, которые к нам пришли от агрегаторов, они все логируются, сто процентов, и даже если вдруг у нас весь биллинг лег, но работает Nginx, то мы все эти запросы можем потом переиграть в нашей системе, и все пользователи, которые что-то платили, они просто потом получат свои слуги, потом получат, ну, чуть позже, чем им хотелось бы. Слушай, ну, а вот, про логирование, про мониторинг вообще расскажи, в принципе, как у вас это построено, то есть вот я уже там Nginx, логирование, но просто как все это происходит, вы просто логируете все там аксесс-логи, записываете все реквесты, и дальше что-то с ними потом как-то делаете, либо как все у вас там происходит? С точки зрения, ну, то есть мы логируем все входящие запросы от платежных систем, то есть, да, у нас там логируются, причем не в одно место, они логируются несколькими разными способами, даже. Первое, это аксесс-логи Nginx, да, но не просто, но именно, я, по-моему, у нас, по-моему, даже в Nginx, я сейчас точно не помню, логируются дважды, дважды, и аксесс-логи пишутся, и логируются они потом в дополнительном формате, в таком более удобном, человекочитаемом. Потом само приложение пишет те же самые данные, который, ну, тоже тот же самый запрос, но в удобном для разработчика уже виде, с такими дополнительными данными от системы. Все это собирается в единственное место, где оно хранится, каждый входящий запрос мы подписываем уникальным модификатором этого запроса, чтобы можно было следить, какие действия выполнялись в процессе его обработки, чтобы можно было найти, почему платеж не прошел вдруг. Такой а-ля некий токен, и по которому все, что связано с транзакцией. Да, по которому, да, все ошибки, все операции, которые с ней происходили, он же сохраняется потом в базу данных, и если вдруг мы видим какие-то странные данные, например, у какого-то заказа вдруг стоимость ноль в базе данных оказалась, можно потом отсмотреть эти логи и понять, почему вдруг так произошло. Вот, и вот все такие вот вещи, которые могут логируем не 100%, конечно, то есть какие-то запросы на наши платежные окна мы не логируем все 100%, но запросы какие-то, которые влияют на данные пользовательские, на платежи, на заказы, которые изменяют их, мы их логируем, и вот по этим модификаторам потом можем очень удобно искать. И у нас, ну, если несколько лет назад у нас была просто такая проблема, то есть когда вот мы начали подключать много разных платежных систем, когда мы начали подключать биллинг, как у нас во всех странах, не только там в тех 50-20, в которых мы были изначально, а такое делать, мировое шествие, мировое пришествие биллинга, у нас была очень большая проблема с количеством заявок, с упор, что, ну, даже не с количеством, а с количеством времени, которое мы тратили на решение проблем, потому что не было понятно, что происходит, вот эти вот такие вот вещи очень помогли нам в этом. То есть то, что можно очень легко и просто по этим данным, по этому монификатору найти, что происходило, найти место, где что-то работает неправильно и все исправить. Ну, естественно, потом, когда уже исправлено, все это можно на ратификации взять и перепослать их заново. Слушай, а мониторинг, вот, так сказать, вы чем-то мониторите, ну, логи собирать, там, положить, это потом, потом для расследования, как и полезно, а вот там в реал-тайме же вы тоже какие-то, я так понимаю, смотрите, что вообще? Да, в реал-тайме мы смотрим, мы используем PINBU, RRD и немножко кастомного по HP коду, ну, и Zabbix в каких-то местах для алертов о таких более системных метриках, метриках, вот, и для мониторинга именно биллинга мы начали придумывать, ну, не придумывать, а мы делали такую вещь, что мы мониторим количество успешных платежей, произошедших за какую-то единицу времени, ну, мы считаем за сутки, например, сколько было успешных платежей за сутки, и вот поэтому пытаемся смотреть, как все ли у нас хорошо в системе или нет. Ну, кроме этого, там есть еще различные бизнес-метрики, сколько у нас подписок произошло, сколько активных подписок в системе находится, ну, и в таком плане, чтобы мы можем было не только смотреть просто, сколько платежей идет, но как бы состояние системы в целом отсматривать, в каком месте вдруг отходилось, ну, например, зачем это может быть полезно мониторить отписки, у нас был на стороне в Испании, по-моему, у одного из операторов испанских был факап, что они взяли и прислали на модификацию на отписку всей пользовательской базы, потому что были смс-подписки, они взяли и отписали сами. Нормально, слушай, как просто шикарно. Причем, это у них такая, мне кажется, традиция, они сделали вот такой сюрприз в этом году, и в прошлом году они сделали нам точно такой же сюрприз, в то же самое время. Не знаю, может быть, у них какая-то операция раз в год в кроне прописанная, сделать чистое какое-то, ну, в общем, у них регулярно это случается, мы регулярно потом с ними через неделю пользовательскую базу восстанавливаем. Ну, вот такие вот вещи бывают, и вот по этим как раз графикам очень хорошо видно, что что-то идет не так. Понятно. И на эти графики мы, соответственно, написали тоже свою собственную систему мониторинга, попытались ее сделать, ну, потому что глазами осматривать все это уже нереально стало, у нас там в билинг во всех странах порядка 20-30 платежных методов, и разные сети комбинаций уже глазами просто не посмотреть. Пытаемся тоже сделать силный мониторинг, который бы нам вот алертил вот эти вот аномальные на графиках, что он либо аномальный как-то растет, либо аномальный как-то падает, и смотреть только вещи, которые уже кажутся подозрительными роботам, а не осматривать все самостоятельно. Ну, такой, как бы какую-то аналитику проводить в рилтайме, что называется, да? Ясно, ну, хорошо, да, это вот мне тоже кажется уже такая сейчас, когда много разрастает система, просто так посмотреть уже, конечно, тяжко, но нужно... Можно, да, но уже, к сожалению, можно пропустить что-то важное достаточно. Но вы еще в процессе, так сказать, да, этого? Нет, у нас написано, просто мы пока очень много должны срабатывать, ну, не очень много, но нам кажется, что их очень много, что мы реагируем больше, чем нам хотелось бы на эти алерты, и мы работаем над улучшениями. Понятно. Слушай, знаешь, вот в такие моменты всегда вспоминаю, я в институте очень мне близко была, ну, интересовала тема там экспертных систем, да, всякие такие, то есть, там, нейронные сети для обучения, там, вот, чтобы как-то какие-то такие штуки, даже по этому поводу, там, читал кому-то курс лекций, ну, в смысле студентам, вот, думаешь, вот-вот-вот-вот-вот место, где надо такую штуку написать, чтобы она там, значит, какой-нибудь там машин лернинг, сама обучалась, куда-чего, там, ей обратное распространение ошибки, ложные срабатывания, то есть все, вот что-то такое умное сделать. Да, нам тоже очень хотелось бы, на самом деле, просто такая злободневная проблема, это не только у нас в биллинге, а вообще в целом в компании есть такая, у нас в целом в компании просто очень много такая развита культура мониторинга и построения различных бизнес-метрик, и уже не только мы, но просто в целом как бы разработчики во всей компании не успевают осматривать все графики по всем фичам, которые нарисованы. И у нас как бы с разных направлений, из разных как бы отделов начали вырастать какие-то свои вот такие экспертные системы, и вот, я думаю, на этот год это у нас вот задача, чтобы все это как-то свести воедино. У нас вот из биллинга выросла система, из нашего отдела, который занимается фичами, тоже выросла своя система. Ну, не своя, они используют Skyline. Вот такая open-source разработка, которая пытается анализировать данные, которые им скармливают, и искать аномалии в них, потом эти графики присылает. И плюс из отдела BI у нас тоже выросла своя умная система. У нас там есть очень клевые ребята с патематическим образованием, которые смогли, используя статистический анализ, обрабатывать как-то вот этот весь дата-стрим, который в них поступает, и пытаются анализировать его, искать тоже какие-то проблемные места. Вот сейчас мы хотим все это как-то вот воедино скрестить, чтобы всех удовлетворить, и не делать разными инструментами одно и то же. Ну, да, да. Это, мне кажется, знаешь, по-моему, стандартная проблема таких крупных, ну, там, больших, не знаю, компаний, где много отделов, что каждый начинает городить свое, а вот как бы нет какого-то понимания, что ребята тут за стенкой, вот буквально там в двух метрах пытаются сделать то же самое, чтобы как бы сложить усилия, и, ребят, ну, давайте как-то скопирироваться, вот это не хватает все время, там, не знаю, времени, общения, я уж не знаю, какие-то другие. Мне кажется, да, что это на самом деле все вот такие вот недопонимания, недознания, это недостатка общения в компании. То есть вот когда, ну, шаринг знаний, на самом деле, в данном случае он есть. То есть мы знаем, что у нас в компании есть три таких системы, но вот надо собраться всем, поговорить с интересованным людям о том, что мы хотим в итоге получить от этой системы, потому что требования же тоже разные получаются. Нам необходимо там с такой-то скоростью вот такие-то метрики считать. Ребятам с BI там нужно чуть медленнее, там, в большем объеме. Их не интересует там в течение двух дней, что произошло. Им интересно посмотреть там в течение года какой тренд был. Ну, да, да. Но опять же тут, понимаешь, видишь, какой момент, что эти системы уже есть. То есть не на этапе их как бы создания, а на этапе, когда уже они в каком-то виде написаны. О, а у вас тоже такая система есть. Слушай, а мы тут тоже такую написали. То есть вот как-то так. Вот как ты думаешь, что здесь, в принципе, можно как улучшить, чтобы сократить вот это время, затраченное, так сказать, там, порознь, что называется? Мне кажется, это на самом деле неплохо. То есть, ну, просто они же не появляются не из-за того, что каждый хочет написать свою систему. Как бы люди пытаются решить какие-то свои задачи. А потом оказывается, когда эта система... То есть, мы не сразу написали вот такую экспертную систему, которая у нас получилась. Сначала это было просто графики, на которые мы смотрели. Потом к этим графикам мы прикрутили какой-то там веб-интерфейс и там стали смотреть эти графики чуть более умно. То есть, у нас мерились какие-то пороги, но достаточно большой погрешностью. Кстати, еще прикольная вещь, которую мы тоже запилили. То, что было нужно именно нам, мы не просто смотрим... У нас есть интерфейс, который мы сделали. Он не просто показывает графики, а в нем еще есть такая тикет-система небольшая своя написанная, которая может отсылать почту агрегаторам нашим. То есть, мы увидим какая-то проблема с смс-ками в Испании. Мы взяли, как раз на кнопочку нажали и пишем в саппорт агрегатор с приложенными графиками со всеми, которые у нас есть. Типа, ребята, вот мы видим, что у вас там в каком-то операторе просадка в смс-ках. В течение двух часов уже ничего нам не приходит. Посмотрите, пожалуйста. У нас проблемы никакой нет. Мы у себя проверили, все хорошо. Это, кстати, да, полезная штука. То есть, быстро и оперативно. Да, быстро и оперативно написали, потом почту... У нас есть специальный адрес, куда приходят все эти обратные ответы к ним. И в этой системе можно потом посмотреть, ответили они, не ответили на наше письмо. Если не ответили, там сгораются красненькие, можно им еще раз надо поответить, написать, ну что, как там наша проблема, как же так. Вот. И по итогам потом вот этого статистики накопленной, оказалось, что есть такие агрегаторы, у которых там очень много жалоб от нас, и нам пришлось с ними расстаться в итоге. Понятно. Вы тоже, то есть, строите статистику отказов каких-то агрегаторов, понимая, с кем вообще имеет смысл как-то взаимодействовать или нет. Ну да, стараемся за этим тоже следить. На нас потом, мы недавно встречались с нашими партнерами, и они жаловались нам, что мы как бы такие. Наша система мониторинга срабатывает быстрее, чем их. что мы иногда от нас от первых узнают, что что-то работает не так, а потом через какое-то время смотрят у себя, и в системе тоже видно, что что-то работает не так. Либо они нам не успевают написать, они видят, что у них проблемы, собираются написать нам, а от нас приходят уже уведомления к ним. Ну, видишь, как бывает. Ну, это хорошо, что оперативность, это залог успеха, в общем-то. Да. Слушай, ну, еще один вопрос, который мы, наверное, не затронули, это тестирование всего этого дела, потому что, то есть одно дело, там тестировать пользовательский интерфейс, а вот как вы тестируете всякие ваши интеграции, ну, ядро, в принципе, наверное, понятно, да, это, так сказать, обычно какие-то там юнит-тесты, еще что-то, наверное, такое, а вот как вы тестируете всякие интеграции с внешними сервисами, вообще какой здесь есть, в принципе, подход, как это тестировать, то есть это какие-то моки, либо какие-то тестовые, там, не знаю, плащи, ну, там, точки входа, еще что-то, вот расскажи, как это устроено. Ну, на самом деле, мы тестируем это Selenium как пользовательский интерфейс. Вот так вот. Да, то есть мы тестируем как пользовательский интерфейс, и те агрегаторы, которые предоставляют песочницы, мы стараемся работать с их песочницами. Ну, например, PayPal предоставляет песочницу свою. Вот, и, в принципе, для проведения платежа через PayPal достаточно белая песочница, потому что уведомления от него нам не важны, никакие платежи происходят синхронно, и, в принципе, работать с песочницей PayPal можно проверить все платежный флоу. С кредитками, в принципе, то же самое, то есть очень многие провайдеры, через которые мы кредитные карты обрабатываем, у них есть своя песочница, и через пользу их песочниц мы можем проверить и платежи рекуррентные, когда у нас детали привязаны и в полюсе, если уже кредитка сохранена, либо начальные платежи ввести что-то в формочку, попытаться и проверить, что действительно она работает. Для тех, кто песочницы не предоставляет, мы делаем МОКИ, то есть у нас есть такая, ну, она еще как бы тоже такая, недоделанная эта система до конца, мы начали ее развивать, ну, где-то в том году, когда появилось свободное время, и уже такая назрела необходимость тестировать все это. Но было, как бы, хозяйство разошлось настолько, что пришлось проводить его в порядок уже тоже, собирать как-то воедино все эти МОКИ, песочницы, тесты. У нас, наверное, на самом деле порядок проверить не пришлось, у нас есть отличный автоматизатор, который за ними постоянно следит, и это как бы его детище и разработка все вот эти МОКИ, песочницы. Разработчикам, к сожалению, здесь приложить свою руку сильно не пришлось. Ну, мы тоже пишем какие-то вещи, но началось все вот с ребят, которые работают в QA, они пришлось поработать немножко программистами и помочь нам с написанием вот этой системы. Ну, слушай, это как бы QA, да, в общем... Такой, это такой правильный QA, который я очень уважаю. Да, потому что, знаешь, немногие QA могут похвастаться тем, что они еще и там и тесты, так сказать, именно с точки зрения программируемого и теста пишутся. Да, да. Понятно. Слушай, ну и в общем целом, вы, короче, просто в селении, он прям как будто, то есть у вас там звездные условия, какие-то тестовые аккаунты, да, и вы прям вот зашел, нажал, оплатил, посмотрели, убедились, что получили, прошло и вот, то есть всю цепочку. Ну, там даже не то, что тестовый аккаунт, у нас в полюсе или тестовая генерация на эту систему, да, и вот эти мойки у нас есть, ну, у нас очень много интеграции, это какие-то либо в фрейме, что-то мы показывали, платежные виджеты, мы просто эмулируем вот этот фрейм, то есть мы как бы, ну, даже не показываем не самый фрейм платежный, а просто какие-то ссылочки в нем. Успешная оплата, неуспешная, и он там внутри все эмулирует, там различные модификации, пытается поведение агрегатора сэмулировать, как бы оно выглядело на систему. Понятно, понятно. Слушай, ну, вроде бы так основные вопросы все осветили, я думаю, можно потихонечку там подходить к заключению, просто вот скажи какие-то, может быть, общие советы, рекомендации по вот интеграциям каких-то систем, которые там деньги, и это все, где, чтобы пользователь был счастлив, спокоен, что его деньги никуда не денутся, не спишутся, ну, и чтобы избежать каких-то, может быть, совсем очевидных граблей, которые, так сказать, могут тут быть. Ну, во-первых, то, что, почему я очень рад, и что у нас это есть, это логирование. Вот это логирование всех уходящих увеномлений от агрегаторов, это та вещь, которая просто необходимо сделать, если начинать работать с деньгами, потому что это, ну, если все-таки мы зафакайпились, это очень позволяет потом хотя бы все эти уведомления найти и пользователям все-таки вернуть, ну, не вернуть, а их деньги зачислить на счет, что они заплатили, хотя бы решить проблему таким путем. Ну, и такая, у нас система очень развесится, то есть у нас там порядка, ну, несколько десятков партнеров, с которыми мы работаем, но если бы была возможность этого не делать, то лучше этого не делать. То есть проще просто подключить кого-то одного, хорошего, удобного, который предоставляет вам систему антифрода, у которого очень хорошая IP, очень надежный сервис, они клевые, и работать с ними. Вот это как бы такой идеальный вариант, одно IP просто подключили, и ты не паришься. Ну, это такой утопичный мир, наверное. Ну, на самом деле нет, у нас есть несколько агрегаторов, которые очень клевые, вот, но, ну, то есть на самом деле их будет все равно как минимум два, это будет один агрегатор, который предоставляет смски, и один агрегатор, который предоставляет остальные платежные методы оплаты, потому что почему-то, ну, в России такое делают, трубокасса какая-нибудь, и можно заплатить всем сразу, но вот на международном рынке почему-то вот так вот поделено, что есть какие-то провайдеры, которые предоставляют только смски, а есть провайдеры, которые предоставляют все остальное, кроме смсов. вот, и есть очень достойные ребята, которых, ну, можно было просто подключить и забыть обо всем, но у нас просто бизнес большой, поэтому у нас есть риски того, что партнер может обанкротиться, либо у него сервис будет не работать, очень будут большие убытки от компании для этого, поэтому нам приходится вот защищаться. там есть силы, ресурсы, чтобы самим этот вопрос закрыть, в общем, скажем так. Поэтому мы защищаемся вот такими вещами. Ну, плюс у нас очень большой трафик, поэтому для нас уже становятся важными вопросы, сколько процентов мы отчисления агрегатору заплатим, если мы там в одной стране, у агрегатора как бы хорошие рейты там в 10 странах, а там еще в 10 плохие, то мы можем подключить другого, который в этих других 10 странах предоставляет лучшие выплаты нам. Почему нет? Ну, гибкость, скажем так, Да, то есть как бы, ну, вот у нас просто это, как бы объем бизнеса требует того, чтобы у нас было много подключений, но если бы в идеальном мире мы жили, у нас был бы только один провайдер. Понятно, в общем, этот все головную боль переложили бы на чужие плечи. Да, но на самом деле это их работа просто, ну, вся суть платежных шлюзов в том, чтобы снимать головную боль с потребителей. Ну, да, да, да. Слушай, ясно, но вроде бы так довольно-таки неплохо, мы все осветили, наверное, пожалуй, будем закругляться. Толь, спасибо, что пришел в гости, так все бодренько, рассказал. Вот. Пожалуй, на этом все. Если есть что добавить, то самое время. Спасибо, что пригласил. Было очень приятно пообщаться. Друзья, что ж, всем спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока. Пока.